Добрый день из студии универтв уникальный я его называю уникальный гибридный так называемый эфир в чем его уникальность прежде всего в том что идет прямая трансляция на телеканале универтв и на портале казанского федерального университета одновременно трансляция идет каналах youtube вконтакте и twitch где наши пользователи и зрители могут задавать в онлайн режиме вопросы нашему гостю получать соответственно ответы а также работает специальный чат в ватсапе для представителей средств массовой информации то есть что называется все и каждый может удовлетворить свой интерес по той теме который мы обсуждаем обсуждаем мы сегодня одной из главных тем в жизни университета вообще любого университета потому что университет это прежде всего профессорский преподавательский состав и студенты этот союз да вот студенты они берутся через приемную кампанию которая стартует у нас завтра и в связи с этим наш главный сегодня гость ответственный секретарь приемной комиссии казанского федерального университета олег германович бодров добрый день олег германович интерес к вам сейчас возрастает как никогда к вам и к вам их приемной комиссии в целом поэтому давайте настроимся на такой очень активный разговор вопросов очень много и те которые уже поступили при анонсе предварительно я и буду постепенно зачитывать да и те которые сейчас вот я смотрю уже валятся в определенном количестве через канал youtube часть из них можно свести к одной общей формулировки собственно которую и нужно бы озвучить ответ на эту формулировку на этот вопрос каковы особенности этой приемной кампании мы пережили их десятки с того момента когда сами пришли в университет что-то подавать какие документы заявляться но оказалось что это уникально во всем вот в чем ее уникальность чем ее особенность и как в какие сроки она все-таки будет реализована ну прежде всего хочу сказать что приемная кампания в казанский федеральный университет стартует завтра 20 июня 20 июня с 8 утра и особенность ее заключается в том что она пройдет полностью в дистанционном формате то есть амбитуриенты смогут подавать свои документы и заявление о приеме зарегистрировавшись у нас на сайте в казанском федеральном университете после регистрации у них формируется личный кабинет через который они смогут подавать дистанционно электронные копии своих документов с учетом того что аттестаты о среднем образовании им уже выдали 15 июня то мы ожидаем что завтра как раз вот и начнется первый вот такой вот ажиотажный день когда большинство тех кто имеет уже железное основание так сказать поступать казанский федеральный университет они подадут свои документы но ажиотаж будет своеобразный очереди традиционный возле двойки мы не увидим мы не увидим это в очереди это все дистанционном формате будет реализовано единственное что хотелось бы подчеркнуть что вступительные испытания пройдут позже казанский федеральный университет они перенесены на август с 5 августа точно так же как и перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена то есть сейчас абитуриент подавая документы в казанский федеральный университет не имеет на руках результатов единого государственного экзамена для тут парадоксально как же он там будет транжироваться здесь что вам могу сказать экзамены которые они будут сдавать они выбирали еще зимой следовательно они уже определились с направлениями куда они хотят поступать таким образом они могут подать сейчас заявление на те направления в соответствии с которыми у них выбраны предметы сдачи единого государственного экзамена по закону российской федерации они могут подать в пять вузов на три направления в каждой я думаю что они воспользуются этим правом так хочется самому кое-что уточнить но я воспользуюсь этим правом ведущего пока все таки давайте побежим вслед за вопросами их слишком уже много я могу потерять и кто-то обидится расстроиться потому что на его вопрос как ему кажется актуальным он не услышал ответ так в порядке поступления начнем с ютьюба мин мин пользователь такой спрашивает здравствуйте какой перечень документов нужно подавать чтобы поступить двадцатом году но перечень документов он не меняется он висит на сайте казанского федерального университета в эфире я могу озвучить прежде всего это электронная копия паспорта электронная копия документа о среднем образовании если он поступает на программу бокового ряда или специалитета приложение к нему ну и если речь идет о льготных основаниях документа подтверждающий право на льготу там и валидности или скажем он какие-то имеет индивидуальные достижения призер или победитель соответствующего уровня олимпиады он должен будет в электронном форме прикрепить в своем личном кабинете документа подтверждающие его статус ну и фотография три на четыре я думаю что сейчас это проще сделать поскольку когда они фотографируются файл электронный они могут взять фотографии прикрепить в своем личном кабинете именно этот файл после того когда ребята поступят они ведь должны сразу получить на руки зачетки студенческие билеты а эти документы не действительно без фотографии поэтому фотографии мы требуем сейчас вот в принципе основной перечень вот все исходя из первого фрагмента который вы озвучили какой последний срок заполнения заявлений на зачисление ну видимо сроки подачи подачи видимо имеется ввиду я понял значит сроки подачи с 20 июня по 18 августа по 18 августа крайний срок подачи документов и заявлений это 18 августа но у нас есть целый ряд направлений где есть дополнительные испытания это включая 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 то есть это тоже ну те которые собираются сдавать наши внутренние вступительные испытания хочу отметить отдельно что для них срок будет несколько сокращен поскольку наши внутренние испытания начинаются с 5 августа следовательно чтобы попасть на экзамены мы должны уже видеть их документы и эти ребята должны получить статус абитуриента казанского федерального университета это означает что поданные заявления которые они подали наши технические секретари должны принять в этом случае они попадают к нам на экзамен таким образом до я бы вот нашим слушателям сейчас порекомендовал до 3 августа постараться все эти документы подать с тем чтобы они с 5 числа могли сдавать вступительные испытания что касается категории граждан которые могут сдавать внутренние вступительные испытания и я их сейчас озвучиваю это прежде всего лица которые закончили среднепрофессиональные образовательные учреждения колледжи техникума училища это иностранные граждане и это значит инвалиды инвалиды в соответствии с законом российской федерации имеют право сдавать наши внутренние вступительные испытания вот в связи с этим возникает такой вопрос вопрос или сомнения точно ли сможет университет 1 сентября начать учебный год для первокурсников для первокурсников скажу однозначно и безо всякой тени сомнений сможет 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 по той простой причине что первый экзамен зачисления выйдет 22 августа это льготная категория граждан которые поступают либо без вступительных испытаний либо на основании особого конкурса это квота или сироты инвалиды это 22 числа 24 и 26 пройдут приказы о зачислении бюджетников это первая волна 80 процентов и 26 это вторая волна оставшиеся 20 процентов граждан таким образом значит весь бюджетный прием мы завершим 26 числа 21 августа будет зачисления бюджетников на завучен форуме обучения 31 августа ими ввиду на завучен форумэ обучение бакалавриат и магистратуру как очную так и завученная это на бюджет а также 31 числа выйдет контрактный приказ на зачисление на контрактную форму обучения. Учитывая, что контрактников достаточно много, им надо еще и приехать, поселиться, обжиться. То есть какой-то все-таки нервозный будет первый день сентября. Дело в том, что вся информация о конкурсном состоянии того или другого абитуриента ему доступна из его личного кабинета. И он может сам отслеживать, проходит он или нет. Давайте тогда пойду, боюсь кого-то пропустить, и будем дефисками обозначать ответы. Какие даты подачи оригиналов? С оригиналами в этот раз вопрос-то есть. Хорошо. Тогда хочу несколько шире ответить. Дело в том, что в этом году мы принимаем электронные копии документов, не оригиналы как таковые. Плюс к этому, в заявлении о согласии на зачисление у абитуриента прописан пункт, в котором он принимает на себя обязательства в течение первого года обучения подвести оригиналы своих документов. В течение первого года? В течение первого года. И таким образом, когда он приедет на учебу, он привезет с собой оригиналы документов и сдаст в деканат соответствующего института, куда он зачислен приказом по нашему университету на обучение. То есть, во время приемной кампании оригинал мы не требуем. Электронной копии достаточно. Вот в Twitch от YouTube отвлечемся на секунду. В Twitch вопрос про необходимость сдачи ЕГЭ и что с ЕГЭ вы уже сказали. Те, кто не услышал, может быть, сможет пересмотреть, соответственно, запись, которая также будет размещена и в Twitch, и в YouTube, и в ВКонтакте, и на портале Универ ТВ, в YouTube, на канале YouTube Универ ТВ. Вопрос такой здесь. А как же медсправки? Можно о них поговорить? Медицинские справки требуются на две группы направлений. Это педагогические образования и на медицинское направление. Вот только те ребята, которые поступают на эти направления, обязаны при поступлении предоставить медицинские справки. Электронный вид этой справки, пожалуйста, прикрепляется в своем личном кабинете и отправляет со всеми другими документами. Требование о медицинской справке, оно сохраняется, но когда абитуриенты к нам поступают на первый курс, они проходят медицинский осмотр. И в этом случае те, которые оказались вроде как без медицинской справки изначально, они пройдут медосмотр. То есть не критично. Добрый день, когда выложат график вступительных тестирований? Но тут для магистров, я бы сказал вообще, графики когда появятся вступительных тестирования? График, ну, расписание вступительных испытаний мы выложим на сайте на этой неделе. То есть в понедельник он зайдет на сайт и увидит все расписание вступительных испытаний. Еще раз оговорюсь, эта задержка связана с тем, что приказ о особенностях приема этого года, Министерство науки и высшего образования, оно было принято буквально вчера ночью. То есть следует ожидать, что в понедельник, 22 июня, на портале университета будет зашкаливать пощаемость. Все пойдут знакомиться с разъяснением приказа. В соответствии с этим приказом мы обязаны это расписание вывесить до 15 июля. До 15 июля? Да. Но мы не будем ждать этого срока, мы вывесим понедельник. Ну, к понедельнику, вернее так, он уже будет висеть. 22 числа ребята могут увидеть. Такой очень общий вопрос, но он через твич пришел. Добрый день, хотел узнать, могут ли возникнуть какие-либо сложности при поступлении. Я планирую переезд из Украины. Ну, то есть какие-то сложности, скажем так, для иностранных граждан. Так сформулируем, если позволит автор его вопрос. Какие-то особенности там будут? Особенности поступления иностранных граждан? Или сложности, связанные с его пребыванием, визовыми вопросами? Это не в нашей компетенции, насколько я понимаю, да? Особенность пребывания иностранцев на территории. Что касается поступления иностранных граждан. В этом году в Казанском федеральном университете иностранные граждане, для них организован отдельный конкурс. Они будут поступать в рамках отдельного конкурса на контрактной основе. Кто собирается, это, значит, с 22 июня у них пройдут первые вступительные испытания для тех, кто поступает на бакалавриат. Они завершаются 4 июля. Это для иностранных граждан, поступающих в рамках особого конкурса на контрактной основе. Соответственно, вот этот вот товарищ, который задал этот вопрос, если он сейчас подает документы с 20 июня, документы его будут приняты, 22 числа, в соответствии с расписанием вступительных испытаний, он, сидя у себя дома, сможет их пройти. По прохождении этих двух вступительных испытаний, он, соответственно, может быть зачислен приказом на ту программу, куда он подавал свои заявления. Эта возможность поступления по двум экзаменам реализована только для иностранных граждан, которые поступают на контрактной основе, еще раз оговорюсь, в рамках отдельного конкурса. Те категории граждан, иностранных, которые имеют право поступать на бюджет, они должны будут сдать еще и третий экзамен в рамках общего бюджетного конкурса, то есть подать заявление на общий бюджетный конкурс. Два экзамена, которые они сдали, за них уже сохраняются, и тогда им нужно будет в установленные сроки в август месяце с пятого числа сдать отдельный третий экзамен, который они еще не сдавали. Если они набирают достаточное количество баллов, чтобы пройти на бюджет, они будут зачислены на бюджетной основе. Но, опять же, повторюсь, что это только для тех иностранных граждан, которые имеют право поступать на бюджетной основе. Ну, они также дистанционно. Это все экзамены у нас проходят в дистанционном режиме, да. Вот еще раз на уточнение спрашивают. Я уж не обижайтесь на меня, авторы вопросов. Не все ники я могу расшифровать, они очень сложно читаются. Если это никого не обидит, то я буду только вопросы ретранслировать. Подача документов будет только онлайн. То есть живьем сюда есть смысл появляться? Ну, если бы он очень захотел, привел свою пачку документов, да, и хочет разместить. Я понял. Ну, пока на сегодняшний день в Казанском федеральном университете реализована только дистанционная возможность приема документов. Только дистанционно. Если что-то изменится, безусловно, мы будем информировать наших абитуриентов и на сайте вывесим эту информацию. И также они могут позвонить в колл-центр по горячей линии. И соответствующие наши сотрудники дадут истерпывающий ответ. Они будут, естественно, в курсе. Спасибо. Ну, и вот сразу, пока я не вышел из Твич, много ли бюджетных мест в этом году? Не знаю, много-мало всегда в сравнении познается. Ну, вообще их много? Сколько их? Такой общий вопрос. Хорошо, я скажу. Есть. Если говорить о много-ли-мало, то действительно, вы правильно сказали, что на это сравнение, это вопрос. В прошлом году в Казанском федеральном университете было 5 345 бюджетных мест. В этом году 5 330. Ну, то есть примерно столько же. Примерно столько же. Разница 15 мест. Не существенно для Казанского университета, потому что план приема на первый курс у нас более 15 тысяч мест. Спасибо. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, действуют ли результаты Олимпиады на поступление в магистратуру, проведенные на базе филиалов КФУ, непосредственно в Казани? Как вы говорите? В Казанский федеральный университет. Вот вопрос Твич мне не очень понятный, вот поэтому и хочется его озвучить, потому что значит он еще кому-то непонятный. Что такое сертификат электронной подписи, как его получить? Нужен ли сертификат в этом году? Вот я просто, вы знаете, наверное, о чем речь. Я понял, о чем речь, да. Дело в том, что электронная подпись документов не требуется для подачи документов в Казанский федеральный университет. Эту электронную подпись мы не требуем. Вполне достаточно, что ваши документы поступили с вашего личного аккаунта, который вы создали в личном кабинете на сайте Казанского федерального университета. Вот про личный документ, про личный кабинет у меня еще были вопросы, которые пришли загодя. Ну, я попробую его найти и обязательно озвучить, потому что там была... А, ну да, зарегистрировался на платформе «Буду студентом», но уже как две недели не могу туда зайти. Каждый раз появляется такое обращение. Извините, устарела сессия работы с системой. Что делать? Дело в том, что возможность подать заявление и прикрепить документы у всех, кто зарегистрировался в системе «Буду студентом», это вот у нас как раз вот тот сервис подачи документов, о котором мы с вами говорили, открывается с 20 июня. То есть до 20 июня он может просто зарегистрироваться, но не подать документы, не подать заявление он еще не может. С 20 июня у него появится эта возможность. Если у него вызывают сомнения сейчас, вот какие-то сложности, два варианта. Первый – позвонить на горячую линию, на сайте вывешено номер телефона, или написать электронную почту приемной комиссии «приемсобачка.кпфу.ру». И мы, безусловно, детально разберемся с его проблемой и поможем ему. Ну, то есть есть надежда, что вопрос «что делать?» отпадет сам с собой уже завтра. Ну, может, и отпадет завтра, но если… Но есть надежда. И отсюда, видимо, и подобный ответ на вопрос «я не могу отправить документы в PDF-формате, что делать тоже». Это, видимо, тоже завтра. То же самое он не сможет отправить, поскольку пока еще такая функция им недоступна. Так, хорошо, спасибо про набережный Челнинский фильм. А, ну вот сразу завершим тему. Получается «Воин за сотку». О, такой вот ник. Получается, сначала отправляем аттестат с необходимыми документами, а затем результаты ЕГЭ. Вот так, да, получается? Нет, не так. Вот. Я понял вопрос, я его прокомментирую. Абитуриенты отправляют свои документы и заявления без указания результатов ЕГЭ, поскольку их пока на сегодняшний день у них нет. Ну, аттестат-то у него есть, но… Аттестат получает по итогам текущей аттестации. То есть, по сути дела, вот как раньше годовые оценки выводили, вот на основании вот этой вот промежуточной аттестации школьникам выдали аттестаты. Теперь, как быть результатами ЕГЭ, откуда они у нас возьмутся? Абитуриенту подавать их не нужно. Дело в том, что в России существует федеральная информационная система государственной итоговой аттестации. И после того, когда ребята сдали ЕГЭ, их проверили, эти результаты появляются вот в этой вот федеральной информационной системе. И мы сами, уже сотрудники приемной комиссии, выгружаем оттуда соответствующие результаты по каждому предмету тех абитуриентов, которые к нам подали заявление. То есть, это делается без их участия, и им на эту тему беспокоиться не следует. Так, спасибо. И давайте тогда весь список по документам еще. Я хочу поступить в ваш филиал в набережных челнах. Какие документы нужны? Аналогичные? Точно такие же. Это, во-первых, нужна электронная копия паспорта, это электронная копия аттестата о среднем образовании, приложение к нему, фотографии 3х4, и, соответственно, документы, если человек претендует на льготы или у него индивидуальные достижения. Когда нужна будет справка 086У? Это медицинская справка. А это про медицинскую, да? То есть, мы уже затрагивали этот вопрос, но я повторю. Многие ведь просто только сейчас подключились к нам. Медицинская справка нужна только на 2 направления, 2 вида направлений, то есть, на медицинские специальности и направления подготовки, и на педагогические. При подаче документов эта медицинская справка будет необходима электронную копию подать. Как можно будет подтвердить статус льготника в электронном виде? Статус льготника подтверждается в личном кабинете абитуриента. Он прикрепляет документ, подтверждающий ту или другую льготу. Сотрудник приемной комиссии видит в личном кабинете его этот документ, открывает фотографию, оценивает, насколько этот документ дееспособный, то есть, не устарел ли он или соответствует ли установленной законом форме, и подтверждает этот документ. После этого абитуриент получает именно эту льготу. И если, скажем, это свидетельство об инвалидности, он может попасть, скажем, в отдельный особый конкурс для поступления льгот на категорию граждан. Если не сдал ЕГЭ, тут уже ответы были, что делать с документами. Про льготников, да, набережные Челны, после девятого класса какие документы нужны, тоже. Назовы ли его повторять? Нет. После девятого. После девятого. Вот смотрите, уточнение пришло. Да, вот я вижу. Смотрите, здесь вещь идет о том, что... Сам себя остановил. Да. У нас в набережных Челнах есть колледж. Да, да, да. И вот вопрос идет по этому колледжу. После девятого, да. Насколько я знаю, в колледж ребята поступают по конкурсу аттестатов. То есть вступительные испытания они не сдают в этом году. Не сдают. Насколько я, значит, с коллегами общаюсь, и мы с ними проговариваем эти вещи, поступают по конкурсу аттестатов. Ну, ух ты, куда-то узко... Ой, сколько вопросов к вам. Будем стараться успеть. Как так? Можно ли поступить с баллами 19-го года еще раз? Очевидно, речь идет о баллах ЕГЭ. ЕГЭ, конечно. Баллы ЕГЭ действуют 4 года за годом сдачи этого экзамена. Таким образом, если на руках результаты ЕГЭ 19-го года, милости просим, эти баллы действуют и в этом году. Вот такое замечание пришло в мой адрес. Задавайте, пожалуйста, адекватные вопросы. Вы тратите чужое время. Я не знаю, какой из этих вопросов адекватен или нет. Давайте уважать чужие потребности. Они в данном случае выражаются в их вопросах. И люди хотят услышать ответы на те вопросы, которые их волнуют. Хотя кому-то они могут показаться неадекватными. Я из Узбекистана. Чтобы сдать на бюджет, можно ли сначала сдать два экзамена, которые будут для иностранных граждан на контракт, и потом подождать, когда будут экзамены на бюджет. И доздать третий экзамен. Вот такая схема. Совершенно правильно. Молодой человек или девушка, кто задал вопрос, сориентировался в ситуации. Действительно, для... Линара, девушка, видимо. Линара, да. Тем более. Для иностранных граждан отдельный особый конкурс поступающих на контракт предполагает сдача двух экзаменов. Они могут это сдать, два экзамена. Но, подав заявление еще и на бюджет, те категории иностранных граждан, которые имеют право участвовать в бюджетном конкурсе, они могут действительно доздать третий экзамен, и тогда смогут поступать на бюджет в рамках общего бюджетного конкурса. Но, опять же, оговорюсь, для тех категорий граждан, которые имеют право участвовать в бюджетном конкурсе. Что касается граждан Узбекистана. Они могут участвовать в бюджетном конкурсе при условии, если они подтверждают статус соотечественника. У нас есть департамент внешних связей, который проводит эти процедуры. Телефон могу озвучить. Казанский номер 233 70 27. Это департамент внешних связей. 2-33-70-27. 27. Департамент внешних связей. Могут обратиться со своим вопросом туда и узнать, какие документы нужны для того, чтобы был подтвержден статус соотечественника. А вот вопросы, лучше адекватные, неадекватные, но существенные. Как будет проходить оплата при поступлении на контрактную форму обучения? Я вас понял. У нас реализована дистанционная форма заключения договоров и дистанционная форма оплаты. Если абитуриент успешно прошел вступительное испытание или у него баллы ЕГЭ позволяют быть зачисленным на ту или другую специальность, договорной отдел формирует для них в личном кабинете договор на обучение и квитанцию на оплату стоимости этого договора. Соответственно, абитуриент из личного кабинета распечатывает свой договор на обучение, подписывает его и снова его прикрепляет. Абитуриент распечатывает квитанцию и по этой квитанции производит оплату. Оплату он может произвести как через онлайн-банкинг, как через платежное поручение в любом другом банке. Помимо этого, сейчас в Казанском университете тестируется система эквайринга. И к началу договорной кампании эта система будет функционировать в полном объеме. То есть и эта возможность будет доступна для наших абитуриентов. Эквайринг это система платежей на сайте Казанского федерального института. Ну да, я думаю, что здесь, тем более молодые люди, которые сейчас стремятся получить высшее образование в этой терминологии, ну я надеюсь уж точно разбираются, даже намного лучше, чем многие люди постарше. А Язбек Булатов спрашивает о заявлении о согласии на заключение несовершеннолетним обучающимся договора о цельном обучении. С кем идет заключение договора о цельном обучении? Если абитуриент несовершеннолетний, то договор однозначно заключается с родителями. И в этом случае заказчиком обучения выступают родители этого абитуриента. Родители. Родители этого абитуриента. Но при этом сам абитуриент, естественно, в договоре прописывается. Форма договора на целевое обучение у нас вывешена на сайте. Если какие-то есть вопросы по заполнению этого договора, пожалуйста, вы можете обратиться к нам в приемную комиссию. Мы вас, значит, обеспечим связь с сотрудником отдела, который занимается оформлением целевого договора на целевое обучение. Вас могут проконсультировать. Хочу отдельно сказать, что целевое обучение, ребята могут поступать на целевой основе в рамках отдельного конкурса на целевое обучение. И эти цифры целевого обучения вывешены в плане приема отдельно, поскольку это отдельный конкурс. И договор на целевое обучение, он заключается до начала подачи документов. То есть абитуриент, претендующий быть зачисленным на целевой основе, на целевое обучение, в рамках целевого конкурса, он должен при подаче документов еще подать и договор, заключенный с организацией заказчиком целевого обучения. Там есть определенные особенности, там есть определенные обязательства заказчика целевого обучения, который должен гарантировать, что по окончании обучения он принимает этого выпускника на работу, к себе в организацию, и прописана там даже должность, на которую он должен его принять. — Вот он, с одной стороны, точный вопрос, с другой стороны, я не думаю, что нам стоит на него отвечать в развернутом виде. Здравствуйте, на какие специальности требуются внутренние вступительные экзамены? Их просто достаточно много, но данный конкретный проситель поступает на лингвистику. Вот туда требуются дополнительные? Вообще, на сайте можно посмотреть, конечно. — Я так понимаю, что здесь речь идет о двух моментах. Либо это дополнительные вступительные испытания. — Внутренние вступительные испытания. — Ну да. Есть общеобразовательные предметы, а есть предметы... — По всей видимости, все-таки, да, дополнительные имеется в виду. — Дополнительные, то есть четыре экзамена по отношению к трём. На международном отношении у нас есть четвертый экзамен. Что касается другой формулировки вопроса, там, скорее всего, может предполагаться творческие или профессиональные вступительные испытания. Но, как правило, у нас эти творческие и профессиональные вступительные испытания, они включены в рамки трёх основных вступительных испытаний, которые сдаёт каждый абитуриент. Единственные четыре экзамена — это на международные отношения. — Очень приятное для вас сообщение. Пользователь Коран на русском пишет «Спасибо за ваши усилия». Это можно воспринять как пожелание больших успехов в предстоящей сложной и непростой работе. Так, ну вот есть очень точечные вопросы, если позвольте, я их не буду Олегу Германовичу формулировать. Например, расскажите, пожалуйста, про факультет философии. Есть ли какие-то особенности? Казанский федеральный университет проводит еженедельно в достаточно большом количестве инсталайфы, так называемые. Они транслируются через Инстаграм, эти материалы выкладываются и на портале YouTube Универ ТВ канал. Вы можете посмотреть, там в том числе есть и инсталайф с директором Института социально-философских наук. И можете вот там услышать ответы на вот такие более предметные вопросы, что из себя представляет направление подготовки философии в данном случае. Ну, если позволите, я несколько снова сказал. Да, конечно, конечно. Я просто напомнил, что есть еще дополнительная информация на портале Универ ТВ. Есть и также точечная информация, которая представлена на сайте приемной комиссии. И там, когда вы заходите во вкладку абитуриенту, школьнику, внизу страницы, как раз вот и представлены паспорта программ, на которые поступают наши абитуриенты. Что они себе представляют? Они представляют из себя описание этой образовательной программы. Значит, какие дисциплины абитуриенты, поступившие туда, будут изучать, кем они могут работать, когда закончат, как поступить именно на эту программу, какие вступительные испытания, какие баллы были в прошлом году, какова стоимость контрактного обучения. То есть вот эта вот детализация каждой программы обучения, она вынуждена именно на сайте для тех абитуриентов, которые желают детально познакомиться с особенностями обучения той или другой программы. Вот вдогонку идут уточнения, да, вот о том, что да, вот по челнам инженерно-экономический колледж имелся в виду. То есть все понятно, значит, мы с вами правильно поняли вопрос. Вопрос про Олимпиаду «Я магистрант КФУ», действительно, который звучал, мы и вы поняли правильно, в том числе и интересует, вот какой срез все-таки. Действуют ли результаты Олимпиады по лингвистике, проведенной в набежных челнах, непосредственно в Казани? О, о как! Ну, если речь идет о Олимпиаде «Я магистрант», то она действительно может действовать и для Казани, но с оговоркой, что это на усмотрение экзаменационной комиссии. Так, вот это усмотрение, ну, как будет проявляться? Чем оно будет проявляться? Дело в том, что если абитуриен сдавал, или, вернее так, принимал участие в Олимпиаде «Я магистрант КФУ» в набережно-челнинском нашем институте, задания, которые он получил, они точно такие же, которые получили ребята у нас в Казанском федеральном университете, ну, в городе Казани. А конкурсные ситуации на каждую программу бывают разные. В данном случае лингвистика, то серьезный конкурс. Да, от статуса, который получил вот этот вот абитуриент, либо он победитель, и тогда, значит, может претендовать на высший балл, либо это, значит, получил определенные баллы по итогам этой Олимпиады, и тогда эти баллы могут быть ему зачтены, как баллы вступительных испытаний. Но в этом случае ему все равно придется прийти на вступительные испытания, показать, ну, не прийти, а участвовать в вступительных испытаниях, и экзаменационной комиссии продемонстрировать диплом, или, скажем, свидетельство о том, какие баллы у него были набраны, и уже приемная комиссия принимает, экзаменационная, вернее, комиссия принимает решение о том, зачитывать ему эти баллы в качестве вступительных, или же абитуриент принимает решение о том, чтобы снова сдать вступительные испытания, В зависимости от того, какие у него бывают. Спасибо. Не могу уже пройти мимо вопроса Сергея Рас, такой пользователь. Он упорно свой вопрос присылает из раза в раз. Здравствуйте, у меня имеется индивидуальное достижение, которое позволяет поступить без проведения вступительных испытаний. В какой срок будет принято данное достижение? После приема заявления? Надо сначала уточнить. Мужественно просто спрашивает, поэтому не могу, может, и не адресовать вам. Я не могу полноценно ответить на этот вопрос, пока не знаю, о каком виде достижения идет речь. Если есть возможность уточнить вид этого достижения, то был бы предметный разговор. В любом случае, все виды достижений предоставляются вместе с предоставлением документов. Спасибо. У вас еще есть 25-30 минут. Вы можете успеть уточнить свой вид своего достижения. Да, вид своего достижения. Нужно ли подавать заявление о зачислении 20 июня в КФУ, если я заключила договор на целевое обучение? 20, так, видимо, день в день. Я понял, не обязательно именно 20. Есть у нас установленные сроки, в течение которых абитуриент должен подать заявление. А эти сроки до 18 августа. То есть, в данном случае ничего особенного и специфического не существует? В данном случае, те, кто раньше подал заявление, не имеют никаких преимуществ по отношению к тем, кто подал заявление чуть позже. Преимущества имеют те, у которых выше результаты ЕГЭ или БАМа в ступенях испытаний. А вот Марина Галиульна спрашивает, а как указать данные о золотой медали? Данные о золотой медали можно указать следующим образом. У нас в личном кабинете есть раздел «Индивидуальные достижения», в котором она прикрепляет электронную копию аттестата с отличием. Золотая медаль или серебряная медаль – это для тех видов документов о среднем образовании, которые были выданы в ранние сроки, то есть это более 10 лет назад. В данном случае, в сегодняшний день, мы принимаем индивидуальные достижения за аттестат с отличием. И если абитуриент отсканировал свой аттестат с отличием, и там есть эта надпись с отличием, тогда он получит дополнительно 5 баллов к тем баллам ЕГЭ, которые у него имеются. Если этой надписи нет, то тогда это достижение не будет рассмотрено. Вот в Твич вопрос, когда будет проводиться творческое испытание на направлении телевидения? Хотя, в общем-то, я так понял, что очень скоро появится график. Расписание вступительных испытаний, оно будет вывешено в понедельник, 22 июня. И сроки вступительных испытаний с 5 августа, значит, мы начинаем и заканчиваем 18 августа. И вот потенциальный телевизионщик спрашивает, а как будет происходить заселение в общежитии? Можно ли сейчас об этом говорить? Или все-таки это еще какое-то время должно пройти, чтобы ответить на этот вопрос? Я объясню. При подаче заявления и заполнении всех необходимых документов и анкетных данных на сайте Казанского феверального университета в личном кабинете, есть пункт в анкете абитуриента, нуждается ли он в общежитии или не нуждается. И если он выбирает этот пункт, ставит там галочку о том, что он, да, нуждается в общежитии, то ему будет предоставлено это общежитие. Механизм заселения в общежитии будет реализован в соответствии с графиком, который разрабатывает ежегодно Департамент молодежной политики в соответствующий период времени. То есть до начала, как правило, в самые первые дни учебного процесса, учебного года, то есть бюджетники, соответственно, вышли приказ чуть раньше, они уже могут попасть в график чуть раньше, а контрактники, вот у них выйдет приказ 31 числа, следовательно, после 31 числа будет разработан график и для этих категорий абитуриентов. В любом случае, график заселения в общежитии поинститутно будет вывешен на сайте, и ребята в соответствии с этим графиком должны будут приехать на заселение. Процедуру Департамент молодежной политики им пропишет. И этот график появится раньше, чем появится приказ. То есть те, кто потенциально уже готовит себя, что он станет студентом Казанского университета, может загодя эту графику видеть. Безусловно. Но хочу сразу отметить, что ни один студент первого курса, зачисленный Казанский федеральный университет, если он нуждается в общежитии, без общежития не останется. Вот непраздный вопрос. Если я закончу КФУ, например, в набежных Челнах, в дипломе при окончании будет написан Казанский университет или же филиал Казанского университета? Казанский федеральный университет будет написан. Казанский федеральный. То есть, ой, прыгает вопросов как много у коллеги, друзья, зрители. Так, давайте сейчас я, ну, я сейчас ориентируюсь в Ютьюбе, пока задам вопросы, которые приходили чуть раньше. Вот опять про телевидение, но это случайно совершенно, извините. На сайте написано, что прием документов на журналистику и телевидение только до 10 июля. У меня последний Г 7 июля. До 10 числа результаты точно не придут. Значит, я не могу подать документы на это направление? Вот еще раз про сроки. В этом году абитуриенты подают свои документы и заявления без результатов ЕГЭ. Результаты ЕГЭ мы сами выгружаем из федеральной информационной системы государственной итоговой аттестации. Следовательно, наш уважаемый абитуриент может подать свои документы и заявления с 20 июня по 18 августа. Если же он претендует на телевидение, и там есть внутренние вступительные испытания, то тогда ему нужно подать это заявление до 3 августа, с тем, чтобы он смог попасть на экзамены. С 5 августа. Нужно ли нотариальное заверение электронных копий документов? Нет, этого не требуется. Так, для подачи документов через личный кабинет можно сделать их качественное фото или нужны сканы? Вот я не очень понял, но, видимо, о качестве. Я понял, о чем тут речь. Есть смартфоны, которые позволяют фотографировать документы. Единственная просьба, ребят, сохраните их PDF-формат и прикрепите все-таки PDF-формат. Этот формат, масштаб один к одному нужно сделать, и там минимальные искажения. Поэтому качество, оно как раз вот здесь и сохранится. Каким образом можно будет отслеживать списки поданных заявлений? Здесь вроде как вы уже говорили, достаточно не раз обращали на это внимание, даже за наш небольшой разговор. И когда вот дальше, интересно, каким образом подавать заявление на согласие, на поступление? Значит, конкурсную ситуацию по каждому направлению подготовки и по каждой специальности абитуриент может отслеживать из своего личного кабинета. Там ему будут доступны списки, которые вывешиваются в качестве претендентов на те направления, куда он подал свои заявления. Заявление о согласии, до какого срока, он спрашивает, да, там подать. Это четко будет регламентировано. И, ну, как правило, это за два дня до выхода приказа. За два дня до выхода приказа. Мы на сайте пропишем, вот еще раз хочу сказать, что буквально вчера ночью вышел вот этот вот документ, Министерство науки и высшее образование. И в соответствии с ним к понедельникам мы адаптируем наши внутренние правила приема и вывесим все сроки, в том числе и сроки подачи заявления о согласии, какие конкретные контрольные даты, до какого времени даже пропишем. Как правило, это до 18.00 контрольные даты, то есть не позже этого. Они смогут подать заявление о согласии. Вот это уже по ходу смотрения, участия в нашей сегодняшней беседе под вопросы появляются. Вы сказали, что за аттестат с отличием добавляют 5 баллов. Иностранных абитуриентов это тоже касается? Нет, иностранных абитуриентов наше внутреннее достижение это не касается. А сколько баллов дается за золотой значок ГТО? Один балл. Один балл, да? При условии, если у него есть документ, подтверждающий, что у него есть золотой значок ГТО. Ага. Можно ли иностранцам, подтвердившим статус соотечественника, сдать сразу все три экзамена во время волны на бюджет, не доздавая третий? Я понял. Услышали о чем, да? Тогда так. Иностранные граждане, которые имеют право поступать на бюджет, они могут не участвовать в отдельном особом конкурсе для иностранных граждан, поступающих на контракт, а подать заявление на общий бюджетный конкурс, который будет проходить в том числе и для россиян, и для иностранных граждан, обладающих таким правом. Это конкурс, эти экзамены состоятся с 5 августа, и, соответственно, подавшие туда заявление, они смогут в них принимать участие. Таким образом, вот человек, задавший этот вопрос, он может подать заявление до 3 августа на участие в бюджетном конкурсе, если он обладает подобным правом, и с 5 числа прийти, или, вернее так, участвовать в наших внутренних вступительных испытаниях дистанционно. Спасибо. Вот еще один вопрос, который, наверное, только вы расшифруете. Юлия Карпеева спрашивает, расскажите про подачу заявления на грант. Подается оно вместе с заявлением на бюджет или отдельно, и как? Я понял. Ну, скорее всего, это вопрос из Казахстана, и именно там вот эта фразеология грант под грантом понимается бюджетной формой обучения. Насколько я вот владею информацией. Ребята из Казахстана при поступлении в Казанский федеральный университет, как и любой другой вуз Российской Федерации, обладают тем же самым правом, как и россияне. По этой причине они могут поступать на бюджет и участвовать в общем бюджетном конкурсе. Как быть иностранным абитуриентом, который подавал документы через Росцентр в своей стране? Речь идет о квотном отборе по гослинии, это по межправительственному соглашению. Подавали документы и проходили отбор в Российском Центре культуры и сотрудничества. У них свой механизм отбора и свои, скажем так, процедуры зачисления. Единственное, что для этих ребят могу сказать, если они выбрали Казанский федеральный университет в числе пяти вузов, которые им предлагают на выбор, и эти документы к нам придут из Министерства науки и высшего образования, то, как правило, ребят, прошедших отбор по гослинии, мы принимаем в Казанский федеральный университет по тем вступительным испытаниям, которые они прошли уже в Российском Центре науки и культуры у себя на родине. Вот тоже такой финансовый вопрос. Когда необходимо внести оплату за обучение? Оплата за обучение производится до момента выхода приказа, то есть до момента, с тем, чтобы абитуриент, поступающий на контрактной основе, попал в приказ 31 августа, он оплатить должен, соответственно, до 30-го должны видеть платеж. Ну, там еще есть ряд особенностей. Ну, давайте так, экзамены, которые мы проводим на контрактную форму обучения заканчиваются 18 августа. Таким образом, ребята уже обладают информацией, как они сдали. И вот в этот момент я бы им посоветовал, ну, те, которые имеют право поступить на контрактной основе, поторопиться и оформить договор и осуществить оплату за обучение. Таким образом, с тем, чтобы к 31 числу мы могли их зачислить приказом. Дело в том, что когда происходит банковская проводка, то есть время пробега банковских документов. Как правило, это время, скажем, когда платежное поручение абитуриента проходит через банк, когда происходит банковская транслакция, когда эта информация будет передана в Казанский федеральный университет, когда бухгалтерия Казанского федерального университета снесет эту оплату по институтам и институтам по конкретным абитуриентам. Таким образом, пройдет минимум неделя, пока деньги абитуриента сядут на конкретный его счет в Казанском федеральном университете. Таким образом, имейте в виду, если речь идет о приказе 31 августа, 7 дней мы отсчитываем, и это получается примерно 24 августа, то постарайтесь до 24 августа осуществить оплату. Те из вас, которые оплатят позже этого срока, в принципе ничего страшного нет, просто-напросто не связываются с техническими секретарями через телефон горячей линии приемной комиссии или через почту и присылают документы, подтверждающие их оплату непосредственно в приемную комиссию или техническим секретарям соответствующего института. Когда мы получаем эти документы, мы видим, что оплата прошла, и мы включаем этого абитуриента в приказ на зачисление. Такой гуля керемли, хороший молодежный сленг, если хочешь подать заявление и на бюджет, и на платку, нужно писать два разных заявления? Да, действительно, там нужно будет написать два заявления, но это подается в личном кабинете, то есть когда вы корректно заполнили все поля, анкетные данные в личном кабинете, вам открывается доступ к подаче заявления. Вы можете в соответствии с законом Российской Федерации в Казанский федеральный университет подать заявление на три направления. При этом хотелось бы отдельно отговорить, что подаете заявление на бюджет и подаете заявление на то же самое направление, на контракт, это все будет считаться одно заявление. Вот видел хороший вопрос, сейчас уже не могу найти, а вот он, Вероника Малышева интересуется, как будут проверять заявление на зачисление, что человек подал только одно заявление, они все в пять. Он же коряво, но понятно, пять точек же можно, да? Совершенно верно. Вот. Вдруг он окажется вовсе пять зачислен. Ну, я думаю, что это, значит... Оригинал-то придет в течение года. Действия вот подобного рода, они, ну, от незнания процедур проверки. Поэтому я с удовольствием сейчас вот отвечу на этот вопрос с тем, чтобы, ну, как сказать-то, предотвратить вот от подобных действий наших абитуриентов. Дело в том, что в федеральной информационной системе государственной итоговой аттестации высвечиваются не только результаты ЕГЭ, но и те заявления согласия, куда подал каждый абитуриент. Процедура нехитрая, потому что в течение трех дней после поданных заявлений каждый ВУЗ обязан вынуждать их системе, этой федеральной информационной системе. Таким образом, мы видим, куда подал заявление о согласии наш абитуриент. И если мы видим, что он подал не только к нам, но и в несколько других ВУЗов, то, соответственно, он не сможет быть зачислен. Мы принимаем меры к тому, чтобы оповестить такого абитуриента о сложившейся ситуации, с тем, чтобы он отозвал свои заявления от тех ВУЗов, куда он не собирается поступать. Понятно. Ну и тоже вот бюджет, контракт. Можно ли подать документы и на бюджет, и на платное обучение? Заявление можно подать и на бюджет, и на контракт. С учетом того, что приказы от зачисления на бюджет пройдут раньше, и если абитуриент зачислен на бюджет, тогда уже, очевидно, отпадает необходимость поступать ему на контракт на то же самое направление. Если же речь идет о разных направлениях, то есть, допустим, он подал на бюджет на юридический факультет, а на контракт, допустим, на международные отношения, он имеет право так поступить. Может. Да, может. Вот Полина Вишнякова жалуется, не могу зарегистрироваться, на сайте буду студентом. Что делать? Я понял. Скорее всего, здесь некорректно заполнены какие-то поля анкеты абитуриента. То есть, там поля, обозначенные звездочкой, обязательно к заполнению. Поля, где прописываются адреса абитуриентов, лучше заполнять из справочника всплывающих окон. В любом случае, если есть какие-то сложности, пожалуйста, пусть позвонит к нам, приемную комиссию, на телефон горячей линии, и наши специалисты его сидят у компьютера, направят и проконсультируют. Спасибо. А как быть, если границы страны абитуриенты не откроются до сентября? Если к сентябрю границы не будут открыты, хотя мы надеемся, что все-таки это произойдет. Когда откроется граница? Когда откроется граница, строго спрашивают у вас. Если абитуриент зачислен, а граница не открыта, и он не имеет возможности приехать очно, у нас весь второй семестр обучения абитуриентов было реализовано в дистанционном формате. Таким образом, если абитуриент не сможет лично присутствовать, то для него будет реализован дистанционный формат обучения. И я скажу, что это ничуть не легче, потому что там и уровень индивидуальной проверки его знаний, и уровень индивидуальных заданий, он будет реализован в полном объеме. То есть в этом случае, я думаю, что даже, может быть, качественнее он проработает те задания, которые ему предоставляют преподаватели наши, а наши преподаватели смогут более чаще проверять уровень его знаний по тем или другим темам. — Вот вопрос про ошибки. Можно ли перезагрузить файл на сайте для регистрации иностранным гражданам, если прежде был загружен не тот формат файла? Ну, вообще, если ошибку допустил кто-либо, загружая документы, может ли он ее как-то поправить? — Да, конечно, может. Он может удалить и загрузить заново. Если не получается это сделать, опять же, связывается с приемной комиссией, и наши сотрудники помогут ему в этом вопросе. — А вот интересный вопрос Тринад Садыковой. Если плохо сдал вступительные экзамены, есть риск того, что можно и не поступить на платную основу? Под текстом звучит так. В платнике всех берут или все-таки там тоже есть отсев те, кто плохо сдает? — Ну да, надо бы уточнить, что означает плохо. — Ну вот неудовлетворительно, видимо. Или баллов не хватает. Вот стоит 75 мест план приема, например, по контракту. А она 76-я. — Давайте мы этот вопрос разделим на два составных элемента. Первый. Абитуриент получил неудовлетворительную оценку ниже проходного уровня, ниже минимальных баллов, определенных у нас в плане приема. Здесь ничего сделать уже невозможно, на это направление он уже не сможет поступить. Это однозначно. Второе. Если абитуриент, скажем так, набрал минимальные баллы, и конкурсная ситуация не позволяет ему быть зачисленным на то или другое направление. Если при этом он уже подал документы, и, как правило, те ребята, которые сдают наши внутреннеступительные испытания, они подают документы до начала этих экзаменов, то в данном случае им совет подать на три направления, где эти баллы по этим предметам будут приниматься в качестве вступительных испытаний. И таким образом, если он не проходит на одно направление, чтобы имел возможность, быть может, пройти на другое, где конкурсная ситуация для него более благоприятная. Но в любом случае пересдавать экзамены — это исключено. Это исключено. Я думаю, это такой достаточно полный и однозначный ответ у вас. Опять про иностранных граждан. Может ли абитуриент из Узбекистана претендовать на бюджет? Да, мы уже как-то отвечали на этот вопрос. Такие вопросы периодически идут, связаны с иностранными гражданами, с возможностями их учиться не только на контрактной основе, но и на бюджет. Повторим этот ответ. Абитуриенты из Узбекистана имеют право поступать на бюджетной основе, если в Департамент внешних связей Казанского федерального университета подтвердил их статус соотечественника. В Департамент внешних связей можно обратиться по телефону. Казанский номер 233-70-27. Вас проконсультируют, какие документы необходимо подать для того, чтобы статус соотечественника был подтвержден. Кроме того, на сайте Казанского федерального университета исчерпывающий перечень и порядок подтверждения статуса соотечественника там вывешен. Можете посмотреть. Очень много специфических вопросов из разных государств. Прежде всего стран СНГ. Как поступить из Туркменистана в Казанский университет? Тоже, наверное, надо адресовать Департамент внешних связей? Нет, я объясню. Дело в том, что Туркменистан это визовая страна. И с тем, чтобы очно к нам приехать, человек должен получить визу. Соответственно, за визовой поддержкой он должен обратиться в Департамент внешних связей. Что касается сдачи вступительных испытаний, они также для этих категорий абитуриентов проходят в дистанционном формате. С 22 июня для них может начаться уже вступительное испытание, если они поступают в рамках отдельного конкурса на контрактной основе. А это большинство ребят из Туркменистана поступают именно на контракт. Они сдают два экзамена, и если успешно сдача прошла, и конкурсные ситуации они выдерживают, они могут быть зачислены на контрактной основе. Но, опять же, экзамены проходят в дистанционном формате, с использованием дистанционных технологий, системы прокторинга и видеонаблюдения. Тут много вопросов есть и по телевидению, и по журналистике. Про рекламу. Правильно ли мы поняли, что по направлению рекламы не предусмотрены бюджетные места? Есть ли у нас такие направления, по которым не предусмотрены бюджетные места, и в связи с этим, что можно прокомментировать? Я бы прокомментировал следующим образом. У нас на сайте выложена информация о плане приема и количестве бюджетных мест. Это приложение номер один к правилам приема. На сайте вы сможете найти эту информацию во вкладочке абитуриенту, школьнику. Далее бакалавриат специалитет. Далее правила приема. И в правилах приема приложение номер один. Там вы можете посмотреть и какие экзамены надо сдавать, и какие баллы надо минимальные иметь тем, чтобы пройти на это направление подготовки. И, соответственно, количество бюджетных мест, есть они там или нет. И количество контрактных мест там тоже прописано. Ну, кстати, надо, наверное, уточнить, что, насколько я, во всяком случае, знаю, большинство, если не все, направления подготовки в этом году не меняли стоимость обучения. Стоимость обучения у нас также вывешена на сайте. Приказы и для всех направлений подготовки, и очно, и заочно, и также и с институтами в Челнах и Янлабуге. Вся эта информация на сайте представлена. Но уровень цен был сохранен к уровню прошлого года. Единственное, что я бы продолжил вопрос по плану приема. В правилах приема есть приложение номер четыре. Это приложение для иностранных граждан, которые поступают в рамках отдельного конкурса на контрактной основе. И там расписаны те виды вступительных испытаний, два вступительных испытания, которые этим ребятам надо сдать для того, чтобы быть зачисленным на соответствующие направления подготовки. Для иностранных граждан следует обратить внимание именно на приложение номер четыре. А вот интересный вопрос от Республики Татарстан поступил, газета Республика Татарстан. Поскольку очевидно, что в этом году будет очень много вопросов у абитуриентов, это видно вот уже и здесь, и видно, что мы с вами не уложимся ни в какое обозначенное для нас время. И мы даже стрим, называем этот стрим, а стримить просто даже не в состоянии. Мы просто работаем в режиме такого механического вопроса-ответа. Настолько много этих вопросов. Так вот, Республика Татарстан хочет уточнить. Очевидно, что их будет много вопросов. Гарантирует ли университет, что каждый, кому понадобится помощь, дозвониться до горячей линии, технических ресурсов у ЛУЗа хватит? Технических ресурсов. Сможете ли вы на массу вопросов, видите, даже здесь сколько их, а на горячей линии, она реально горячая. Я понял. Если позволите, я отвечу. Да. И приведу несколько цифр. В прошлом году, в пик приемной кампании, количество вопросов, поступающих на горячую линию, составляло около 120-140 вопросов в час. Этот... В час. Да. То есть два вопроса в минуту. Совершенно верно. Это пиковый период, в течение одной недели это проходило. Что касается приемной кампании этого года. По сути дела, мы удвоили и сотрудников колл-центра, и разместили колл-центр в двух помещениях, в двух аудиториях, увеличив количество телефонных аппаратов и лиц, отвечающих на эти вопросы. Таким образом, мы готовы на сегодняшний день обслуживать количество звонков, равное 250-280 вопросов в один час. То есть удвоили возможности. Удвоили возможности. Поэтому, если уважаемые ребята, задавшие вопрос, опасаются этого, по телефонной линии я могу сказать, что мы готовы к этому моменту. Кроме того, в эту приемную кампанию мы обеспечили отдельных сотрудников, которые только будут сидеть в социальных сетях, и отвечать на вопросы абитуриентов, которые будут поступать через социальные сети. Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте. Полностью мы там представлены, и есть специальные сотрудники, которые будут заниматься только этим. Отдельно выделены сотрудники, которые будут отвечать на вопросы, поступающие по электронной почте. Это тоже вот канал, да. Причем эту электронную почту мы развели для вопросов, заданных от иностранных абитуриентов. Есть отдельная почта, distant.прием, собачка.кпфу.ру. И почта для россиян, это прием собачка.кпфу.ру, традиционная почта приемной комиссии. Везде сидят соответствующие сотрудники, которые готовы отвечать на эти вопросы. Ну и отдельно горячая линия для иностранных граждан. Эта линия выделена многоканальная для департамента внешних связей. И там уже сейчас идут ответы на вопросы, которые поступают из стран СНГ и дальнего зарубежья. Спасибо. Конечно, надо завершать. Но давайте еще несколько минут у нашего режиссера все-таки попросим. Я думаю, нам разрешит. Подача в КФУ и его филиалы считается как одно заявление? Одно. Вот это важный момент. Это важный момент и принципиальный момент. И хотелось бы, чтобы ребята наши четко понимали, что если он подает, допустим, на, я не знаю, какое там направление, на математику, например, в Казанский институт, или, скажем, в Набережный Челнинский, то это будет считаться одно заявление. Потому что юридическое лицо одно, если заявление подано на это направление, то, естественно, оно одно. Вот такой очень сложный вопрос. Скажите, пожалуйста, при поступлении на бюджет, если хоть по одному экзамену из трех будет балл меньше минимального, но общий проходной набран, то в этом случае будет считаться, что ты провалил экзамен? Экзамен считается провальным. Если хотя бы по одному экзамену. Хотя бы по одному. Человек получил баллы ниже минимального. То есть, что значит минимальные баллы? Это уровень двойки. Да. Так вот, если он получил вместо 40 баллов 36, то он не сдал экзамен. Соответственно, он не может никуда поступить. Даже если сумма баллов по двум другим предметам превышает итоговую сумму трех предметов на конкурс по этой специальности или этому направлению. Будет ли, ну это догонку про общежитие, будет ли общежитие для тех, кто поступил на коммерцию? Это вроде ответ всегда дается однозначный, но всегда задается этот вопрос. Давайте еще раз ответим. У нас нет деления на контрактную или бюджетную основу при заселении в общежитии. У нас есть абитуриент, который к нам поступил, это наш студент. Поэтому они, студенты первого курса, обеспечиваются общежитием 100% объема. Скажите, пожалуйста, можно ли переводиться с одного факультета на другой? Ну это, видимо, с прицелом на будущее уже. Например, с факультета педагогики на факультет психологии. Ну, видимо, ЕГЭ есть по какому-то предмету, куда сейчас можно поступить на какое-то направление. А хочется на другое, по которому ЕГЭ не будет. Вопрос я понял, но вот это решение принимается уже институтом. В любом случае, для того, чтобы перевестись с одного направления на другое, абитуриент обязан проучиться полгода, сдать первую сессию. Только после этого у него появляется право для перевода. Решение о переводе принимается директоратом института, в том, где обучается этот абитуриент. Вообще были вопросы о подготовительных курсах. Сейчас уже не найдешь их так много. Будут ли они функционировать в этом году, в каком формате. И что касается платных курсов по татарскому языку, которые проводят КФУ для лучшей сдачи вступительных экзаменов. Эти курсы проходят на татарском, не будет объяснений на русском. Вот такой вопрос тоже есть. Вообще, курсы подготовительные. Подготовительные курсы КФУ традиционно он проводит. В этом году он проводит в дистанционном формате. Что касается курсов татарского языка и пояснений на русском языке, то лучше обратиться к организаторам этих курсов и этот вопрос задать им. Я за них не готов сейчас ответить. Так, тут пошли вопросы уже глобальные совсем. Я, если позволите, их задавать не буду. Просто озвучу, что я подразумеваю под этим. Что мне обижались, дорогие зрители и слушатели на нас. Например, с какими IT-компаниями сотрудничает КФУ? Это, я думаю, тема такого глобального серьезного разговора, но не сегодня. Все ли первокурсники заселяются в деревню-универсиады? То есть мы про заселение-то вы сказали. А вот куда именно? В деревню могут рассчитывать, что все попадут? Да, большинство. И мы стараемся, чтобы все первокурсники заселились в деревню-универсиады. Потому что там условия, действительно, для ребят, которые только приехали в большой город, там все-таки пропускная система по карточкам. Там жесткая дисциплина. То есть не допускается нарушений правилам проживания. И за этим тотальный контроль со стороны педагогов-организаторов и комендантов общежитий. И мы стараемся обезопасить наших ребятишек первый курс. И стараемся им предоставить места в основном именно в деревне-универсиады. Но если вдруг даже там им места не хватит, то это не значит, что ребята останутся на улице. У нас есть студенческий городок, достаточно большое количество общежитий, более 15 тысяч мест. И никто не останется на улице. Оплата за обучение происходит за семестр. Но это вот для нынешнего года, непростого финансового года для людей, для семей, видимо, не случайный вопрос. То есть можно ли по-другому попробовать сформулировать оплату производить частями? Да, можно. Можно и часами, можно и семестрового оплата. Вот опять потерял вопрос. Актуальность какую-то имел, что завтра крайний срок. Но вот похоже, да, вот сегодня крайний день, пишет А.С. Бекбулатов, для заключения договора на целевое обучение. А, это вопрос. Вопрос. Сегодня ли крайний день? И необходимо срочно узнать об этом, потому что договора еще нет. Успеете ли вы его рассмотреть? Вот так вот. Я понял вопрос. Нет, сегодня не крайний день для заключения договора. Единственное, что было сказано мной, и я готов повторить, это то, что при подаче заявлений, если вы претендуете на обучение, на целевое обучение, вам нужно представить договор целевого обучения. Таким образом, срок подачи заявления у вас до 18 августа, если вы поступаете по результатам ЕГЭ, и таким образом до 18 августа вы имеете возможность подать свои документы, в том числе и договор целевого обучения. Это не значит, что завтра вы все должны принести эти договора. Нет, конечно. Да, вот это вот, видимо, имелось в виду. Мы завтра только начинаем прием документов. Ну, тут есть очень специфические. Опять, наверное, надо на портал адресовать, где все это есть. Ну, например, сколько тестовых вопросов в одном экзамене, и сколько баллов за один правильный ответ. А, ну, отлично. Я готов ответить на эти вопросы. Дело в том, что вы совершенно справедливо отметили, на портале, на сайте Казанского федерального университета вывешены программы вступительных испытаний по каждой дисциплине, а также критерии оценки. То есть, за что, какие и сколько баллов абитуриент может получить? Как оценивается его работа в дистанционном формате? По этой причине вы можете зайти на сайт и посмотреть ответ на тот интересующий вас вопрос, который у вас возник. А вот такой с прицелом, видимо, на возможной неудачи на первом этапе вопрос, когда нужно подавать заявление на третью волну? Тоже с 20 июня? Или откроются новые даты? Так. Мне бы хотелось понять, что такое третья волна. Ну, видимо, где-то что-то не сложится, и вот у университета еще будет возможность кого-то принять, например, в свои ряды. Сможет ли человек подбежать в этот момент, сказать, вот у меня там не сложилось, я хочу к вам. Это такая вот группа. Я предполагаю, не обижайтесь, уважаемые друзья. Я попытаюсь ответить. Дело в том, что понятие волны, оно применимо для бюджетной формы зачисления. И речь идет о том, что в первую волну зачисляется 80% от общего объема контрольных цифр приема на то или другое программу или направление. И вторая волна — это оставшиеся 20%. Все. Третьей волны нет. То есть после того, как 26 августа у нас выйдет заключительный приказ на бюджетную форму обучения, оставшиеся 20% больше бюджетных приказов у нас не будет. Учитывая, что дистанционно придется сдавать некоторые испытания, вот такой вопрос. Есть ли открытые вопросы по математике и физике? И этот же автор спрашивает, можно ли использовать простой калькулятор на физике и математике? То есть какие подручные средства можно при себе иметь, чтобы тебе не засчитали неудовлетворительным процесс сдачи экзамена? Ну понятно. Единственное, что правила проведения того или другого вступительного испытания, они описаны в программах вступительных испытаний, которые вывешены на сайте. Кроме того, у нас будет вывешен график проведения предэкзаменационных консультаций, который также будет проходить в дистанционном формате. На этих консультациях представители соответствующих предметных экзаменационных комиссий, они объяснят, на какие вступительные испытания, какие правила и какие предметы разрешается при себе иметь. Единственное, что могу сказать, категорически запрещается иметь при себе телефон, наушники, микронаушники, ну и другие средства коммуникации и связи. Хотелось бы также предостеречь наших абитуриентов от того, что у нас ведь система сдачи вступительных испытаний проходит через проктеринг. То есть у нас реализована функция видеофиксации процесса поведения абитуриента на экзамене, то есть что он делает, а также видеофиксация экрана компьютера, за которым абитуриент отвечает на экзаменационные задания. Таким образом, если он попытается зайти в процессе экзамена в интернет и поискать там ответ на вопрос, наша система это тут же зафиксирует. И, к сожалению, такой абитуриент вряд ли сможет поступить в Казанский федеральный университет, поскольку это будет уже нарушение зафиксировано. По этой причине я бы советовал вам очень осторожно отнестись к этому процессу. Посторонние лица в кадре или, скажем, посторонние шумы типа подсказок также исключаются и они фиксируются. По этой причине будьте, пожалуйста, очень внимательны на вступительных наших испытаниях. И не допускайте эти нарушения с тем, чтобы не было неприятностей. А так, я вам желаю успешной сдачи. Будет ли студент иностранец находиться на карантине по приезду? Ну, это зависит от того, какая будет эпидемиологическая ситуация к первому сентября. Пока я не готов сказать, потому что сам не знаю, что будет. Вот такой вопрос, просто в какое общежитие заселяют студентов информатического факультета? Да. Информатического факультета в Казанском федеральном университете нет. По всей видимости, речь идет о тех, кто хочет с информатикой связать свое будущее. Но уже было сказано, что преимущественно это деревня университета. Да, деревня университета. Не преимущественно, а вообще тотально первый курс имеет возможность... В большинстве своем. В большинстве своем, да. Дает ли какие-либо баллы серебряная медаль? Нет. Нет, да? Нет. Потеря одного из родителей может выступать в качестве льготы? Нет. Так, тоже нет. Какой-нибудь, да, хочется услышать. Так, вопросов бежит много. Давайте мы сделаем так. Нельзя объять необъятное, поэтому будем выходить на завершение. Мы уже изрядно перебрали время. И несколько вопросов из разряда тех, что поступили много раньше. Они все-таки имели право быть заданы, соответственно, раньше. Но вот их оставил напоследок. Значит, можно ли узнать о возможностях обучения на двух образовательных программах? Что мне, как абитуриенту, необходимо для этого сделать? Ну, очевидно, ему нужно подать заявление на эти две программы и выдержать конкурс на них. Причем одновременно на двух программах на бюджетной основе он обучаться не сможет. А на бюджетной и контрактной, например? Это пожалуйста. Он сможет обучаться на одной программе на бюджетной основе, на другой на контрактной. Либо на обеих на контрактной основе. На контрактной можно и там, и там, да? Если мы подавали заявление в пять вузов, но после сдачи ЕГЭ понимаем, что можем пройти в совершенно другой, шестой вуз. Можем ли мы из одного вуза отозвать заявление и подать его в шестой, который тогда станет пятым, значит. Отозвать, значит, удалить просто свои данные. Это значит манипуляцию производить в процессе. Я понял, о чем идет речь. Да, действительно, вы можете реализовать функцию отзыва своих документов на любом этапе приемной кампании. Единственное, что это не просто удалив из базы данных, но уведомив приемную комиссию о своем намерении. Либо это по телефону, либо это электронным письмом на электронную почту, либо, значит, каким-либо другим способом. Но главное, чтобы вас не просто удалили ваши данные из вашего личного кабинета. Дело в том, что эти ваши документы загружаются в федеральную информационную систему государственной договорной аттестации. И вот задача приемной комиссии после того, когда они получат от вас подтверждение ваших намерений удалить свои документы из этого вуза, чтобы они удалили вас из этого вуза в федеральной информационной системе государственной договорной аттестации. Вот основной критерий, почему нужно непосредственно связаться с приемной комиссией для реализации вот этой возможности. Ну уж очевидный вопрос. А время, указанное для экзаменов, оно московское? Московское. Да, безусловно, время московское. От Москвы до самых окраин все-таки абитуриенты идут в Казанский федеральный университет, видимо, исходя из этого, это вопрос. И очень интересный вопрос, что тоже говорит скорее о внутренней разносторонности направления подготовки в Казанском университете. Можно ли слушать музыку при сдаче экзамена рисунок? То есть не только математику и физику сдают, а вот рисунок. Просто про наушники, видимо, строго сказали. И сразу вот приочные пишут, это не запрещалось. Я понял вопрос, но я бы не рисковал. Потому что прокторинг – это такая система, которая улавливает посторонние звуки. Не хотелось бы, чтобы текст песни, которую вы будете слушать, он систему посчитал как посторонний звук. Пожалуйста, сдайте экзамен, потом слушайте музыку, сколько вам в вашей душе угодно. Ну и давайте все-таки попробуем завершить. Я больше чем уверен, что вот такая горячая и очень своеобразная приемная пора в Казанском федеральном университете не ограничится только одним стримом. Придется, видимо, нам встречаться чаще, не только потому, что нам приятно с вами общаться всегда, но еще и потому, что слишком много будет вопросов, требующих большого публичного либо обсуждения, либо разъяснения. Но сегодняшнюю встречу давайте завершим вопросом, который пришел в чат Твич. Можете назвать самые частые ошибки, которые допускает абитуриент при поступлении к вам? Как их предотвратить? Ну, то есть, вот как предотвратить частые ошибки, ну и, соответственно, какие пожелания тем абитуриентам, которые придут в Казанский федеральный университет, вы хотели бы на старте приемной кампании адресовать? Ну, самая распространенная ошибка, это, на мой взгляд, знаете, какая? Это то, что ребята пользуются недостоверной информацией. Кто-то кому-то что-то сказал, передал, а он воспринял это как руководство к действию. И по этой причине я вас очень прошу, уважаемые наши абитуриенты, если есть какие-то сомнения, вопросы, пожалуйста, добейтесь того, чтобы вам ответили из первых рук представители приемной комиссии. На все сомнения, на все ваши вопросы есть квалифицированные специалисты, которые дадут ответ. Прежде чем предпринять какое-то действие, в котором вы сомневаетесь, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими сотрудниками. Они вам помогут и направят именно на правильный путь, с тем, чтобы вы избежали возможных негативных последствий. Я думаю, вот это основная проблема, которой сталкиваются наши ребята. Вот все-таки у меня, он появлялся этот вопрос несколько раз, как-то внутри гложет, я его еще дополнительно попробую сформулировать на память. Все-таки, если у кого-то не оказалось возможности дистанционно, вот в электронной, что называется, цифровой форме подать документы. Ну, что-то с интернетом, населенный пункт как-то неудачно расположен, что-то с техникой в доме, может быть, ее нет даже. Вот очный вариант подачи документов возможен, как исключение или как какая-то особая процедура? Чем-то проще приехать и просто отдать. Я понял ваш вопрос, да. Могу ответить следующим образом. Пока на сегодняшний день, исходя из тех документов, которыми мы располагаем, и которые действуют на территории Республики Татарстан, подобная возможность исключена. Но, если это изменится, если будут введены какие-то другие нормативные акты, позволяющие подобную форму, то мы, безусловно, тут же оповестим об этом наших абитуриентов. Прежде всего, мы на сайте разместим эту информацию. Ребята, которые постоянно посещают наш сайт, они увидят это. Кроме того, при наших встречах мы опять же будем об этом говорить. Ну и ваше пожелание. Одно, вы уже сказали, не рисковать, не допускать. Асимметрии информации. Да. Какие ошибки информационного характера можно совершать. А еще, чтобы можно было к этому добавить. А еще я хочу, чтобы ребята наши успешно сдали вступительные испытания или ЕГЭ и поступили туда, куда они хотят поступить. А со своей стороны, со стороны приемной комиссии, я хотел бы пообещать поддержку, информационную поддержку и консультационную поддержку наших абитуриентов с тем, чтобы этот процесс у них прошел с минимальными издержками. Спасибо вам. И вот тот самый случай, где можно абсолютно уверенно сказать, до скорой встречи. Спасибо вам большое. Спасибо всем.